Всех приветствую, в эфире Украев ТВ, напоминаю наш партнер Медицинский Центр Призмы. Мы благодарны нашим спонсорам-подписчикам на Патреоне. Сегодня в моем эфире Василий Вакаров. Здравствуйте. Добрый день. Василий Дмитриевич, что происходит в отношениях между Братскими Республиками, Белоруссией и Российской Федерацией? По-моему, таких жестких заявлений между двумя лидерами мы еще никогда не видели. К чему приведет это обострение, тем более уже и маневры на границе происходят. Что ждать от выборов Белоруссии и от дальнейшего развития этой ситуации? Я, естественно, вчера внимательно наблюдал за всем, что происходило в Минске, но в особенности за речью президента Белоруссии господина Лукашенко. И обратил внимание на вот такой эпизод, когда Лукашенко угрожал кому-то, ну, естественно, своему союзному государству Российской Федерации, и сказал, что если вы будете приносить в мою страну ядерную бомбу, то мало не покажется. Мало не покажется вплоть до... И он там, конечно, с волнением, но все-таки вы говорили слово «Владивосток». Вплоть до Владивостока. Я обратил внимание на реакцию посла Российской Федерации Белоруссии. Тот был просто в шоке. Понимаете, есть такой, знаете, припечатанный к стулу, на котором сидел, потому что, собственно, вы задали вопрос очень такой серьезный. И я бы начал отвечать на него с точки зрения реакции Российской Федерации, политиков, экспертов, политологов, и их оценку, то, что происходит в Белоруссии, то, что происходит в союзном государстве Белоруссии-России. И начну, собственно, со своих прогнозов. Знаете, Сергей, я думаю, что в понедельник глава ЦИК Белоруссии объявит о том, что в очередных президентских выборах Белоруссии победил действующий президент Лукашенко. Он набрал 78%. И, естественно, мы его поздравляем с этой победой. Почему 78%? Потому что, хотя эксперты разного уровня дают приблизительно 70-72%, говорят о том, что Лукашенко именно с таким числом, с таким процентом победит. Но я полагаю, что для Лукашенко, для его легитимации, в первую очередь, нужно набрать процентов больше голосов, чем было у действующего президента Российской Федерации Путина, и чем у ныне действующего президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому мой прогноз – вот 78%. А зачем? Вот если уточнить этот момент. Почему так важно иметь такой рейтинг? Если вы вчера смотрели речь, он, Лукашенко, говорил несколько раз, когда он говорил о рынке земли, о приватизации, то он уничижительно вот эти вещи сравнивал с Украиной. То есть он на примере Украины показывал белорусам, видите, как у Украины плохо. У Украины война, у нас нет. В Украине обманули людей, запустили рынок земли, и будет по-новому обогащаться свора воров, казнокрадов, коррупционеров. А вот у нас я не допущу. То есть, знаете, вот есть Украина – плохое государство, а там у них все плохо, а у нас все хорошо. И я гарант того, чтобы у нас и дальше было хорошо. Но поскольку в государстве Украина, которое плохое, с точки зрения Лукашенко, президент пользуется доверием более 75%, 73,5%, естественно, у Лукашенко должно быть больше. Но по его логике это я говорю о матрице президента России Лукашенко. Белоруссии. Да, Белоруссии, да, Лукашенко. Дальше смотрим на Российскую Федерацию. Когда господин Лукашенко говорит, что Россия направила своих военных с ВЧК «Вагнер», о том, что они признали, что они были направлены на Белоруссию для вмешательства в выборах. Дальше президент Лукашенко сказал, что есть еще одна группа, которая на юге Белоруссии действует, и он их тоже выловит. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Россия, если не враг, то точно не союзник. Мало того, дальше Лукашенко употребил такое слово, такой термин. Это очень важный. Он говорил, что он сказал, что Российская Федерация, к сожалению, из союзнических отношений перешла в партнерские. То есть он употребил это слово спокойно. Это значит, в его голове давно такая мысль есть. Это он так охарактеризовал отношения между Россией и Белоруссией. Соответственно, если в Российской Федерации не союзном уже государстве, о партнере, действующий президент Путин тоже набрал больше 73% голосов, 76%. Соответственно, у Лукашенко должно быть больше голосов, чем у Путина. Вот такая логика приблизительно. И понимая механизм, который сложился в вертикале власти Белоруссии, понимая, что такое ЦВК, что такое ЦИК, что такое профсоюзы, как там обстоят дела, я вот и говорю, что ему это нужно для того, чтобы показать прежде всего своим гражданам, что вот видите, мы лучше, мы сохранили стабильность, у нас нету войны, как в Украине, у нас нету такого бардака, а он очень много раз до этого употреблял слово, как у Российской Федерации, мы выживем. И, наконец, эти слова, в первую очередь, мне так кажется, были адресованы, я имею в виду вчерашнего выступления, своим стратегическим партнерам. Обратите внимание, господин Лукашенко назвал стратегических партнеров Китай и Соединенные Штаты Америки. Мало того, он сказал, что мы не будем поддаваться под влияние какого-то из серьезных мировых европов, либо Китая, либо США, мы будем выстраивать стратегические отношения и с Китаем, и с США. Ну, и знаете, я часто бываю в Беларуси, я вижу влияние Китая, китайского бизнеса на экономику Беларуси. И, соответственно, читай дальше и на политику, поскольку, действительно, в свое время, когда Китай выстраивал свою стратегию, начал выстраивать свою стратегию, да, он предлагал Украине, я помню времена и до Януковича, и, собственно говоря, в 2013 году Китайская Народная Республика предлагала Украине кредит порядка 50 миллиардов долларов. На то время, по-моему, в декабре президент тогдашний Янукович осуществил официальный визит в Китай. Были такие договоренности, что Китай готов поддержать Украину, готов выделить эти средства. А какова цель была Китая? Китай рассчитывал на то, что как раз логистика основная через Россию, потом дальше пойдет на Запад через Украину. У нас случился Майдан, у нас случился, по-разному к этому относятся, кто-то говорит, что это военный переворот, кто-то говорит, что это революция гидности, но, тем не менее, китайские инвестиции в Украину не пошли. Насколько я помню, там была идея с портом в Крыму. В том числе и с портом в Крыму, то есть либо приватизация, либо строительство нового порта, либо в аренду. Но, конечно, потому что Китай в первую очередь заинтересован и в том, что называется пшеница, то, что называется зерно Украины, но Китай хотел иметь отношение, конечно, и к тому, что называется Черное море, потому что транзит Китай, давайте не забывать, что Китай, понятное дело, огромная страна, то есть по суше, но Китай имеет очень серьезные связи и торговлю как раз через моря и океаны. Поэтому, действительно, такая стратегия была у Китая. Но вернемся к Белоруссии. Так вот, в Белоруссии есть логистика, в Белоруссии работает очень много китайских компаний, и транзит продуктов с Китая идет через Беларусь. Вот в этой речи господина Лукашенко, в этом обращении, когда он обращался к Китаю, здесь все понятно. А вот его обращение к следующему стратегическому партнеру, с точки зрения Лукашенко, США. О чем идет речь? Соединенные Штаты Америки не имеют серьезных инвестиций в Белоруссии. Да, там есть определенный бизнес, скорее всего, это умные ребята, которые программисты, которые живут в Белоруссии и работают в американской компании. Ну, такой аутсорс американских компаний. Абсолютно так, да. Но, если, значит, экономики нет, значит, что есть? Значит, есть ли я не политическое? И оно действительно есть. Потому что, знаете, стремление Белоруссии то к Европе, то к России, вот это колебание. Мы понимаем с вами прекрасно, что экономика Белоруссии, собственно говоря, экономика и связи экономические, это, конечно, больше, чем на 90% связано с Российской Федерацией. Это и транзит товаров. Это, знаете, в Российской Федерации, если есть какой-то дефицит, например, сыров или каких-то других продуктов, они всегда приходят с запада через Беларусь. Беларусь производит, ну, смешно, но Беларусь производит несколько видов виски. Беларусь производит несколько видов коньяку. Беларусь производит альмаров, крабов. Ну, то есть, что только они выращивают в Беларуси, это продукция, которая потом идет в Российскую Федерацию. А сыр Российской Федерации, естественно, в Беларусь поступает газ, поступает нефть. Россияне строят атомные станции в Беларуси. То есть, это действительно увязана эта тематика. С военной точки зрения в Беларуси размещены две воинские части Российской Федерации. Но, тем не менее, Беларусь смотрит на США. Беларусь смотрит, а как ведет себя Соединенные Штаты Америки. Господин Помпео не так давно посещал Минск. Для того, чтобы завершить эту часть анализа, я вижу, что сама часть минской элиты или элиты Беларуси стремится к налаживанию отношений Соединенных Штатов Америки. И это отношение может быть не настолько сильное вчера, не настолько видно сегодня, очевидно. Но оно может быть очень сильным завтра и особенно послезавтра. Поэтому господин Лукашенко ведет себя так. Настолько агрессивно высказывается против Российской Федерации, против их действий за последнее время. Зачем ему, вы спросили. Я сначала ответил о процентах, о том, зачем ему нужно победить с большим отрывом, нежели Путин и Зеленский. А вот теперь, зачем и почему Лукашенко так себя ведет. Допустим, он выиграет с таким отрывом. А дальше действия оппозиции. Мы видим, что оппозиция в Беларуси есть. Она действительно существует. Мы видим, что очень много людей поддерживают оппозиционеров. Но после выборов, а мы с вами это проходили уже не один раз в Украине, мы понимаем, что должно произойти. Должно быть признание выборов западными партнерами. Европой, тем же Китаем, той же Российской Федерацией и в особенности Соединенных Штатов Америки. Если по внешнему вектору эти выборы будут признаны незаконными, нелегитимными, то власть у Лукашенко будет просто внутренняя власть. И он долго не продержится. Он продержится, может быть, несколько дней, а может быть, несколько лет. Вы знаете, есть наиболее частая формулировка «выборы прошли скорее легитимно, скорее законно». То есть, то, как чаще всего это формулируется. Согласен с вами в полутонах. Так вот, я думаю, что господин Лукашенко надеется и прежде всего рассчитывает на то, чтобы получить пусть такую легитимизацию, но со стороны Соединенных Штатов Америки. Мало того, Сергей, я думаю, что мы можем увидеть такую картину. С ним будут играться, я имею в виду, с Лукашенко, до тех пор, пока он не начнет процесс денонциации союзного договора между Белоруссией и Российской Федерацией. И вот денонциация союзного договора между Белоруссией и Российской Федерацией как раз и будет отдано взамен того, что Лукашенко будет полностью легитимирован и он реально станет президентом Белоруссии. Это так. Я думаю, так будет. Я думаю, что эти шаги произойдут. А вот какая на это реакция всего Российской Федерации сейчас и в будущем? Знаете, крайне холодная, очень критичная. Но я такой реакции от людей, с которыми я знаком, и от политиков в Российской Федерации просто никогда не слышал. Они настолько, знаете, прям сквозь зубы с такой... Ну, некоторые со злостью говорят, что почему батюшка вот так себя ведет? Мы ему столько вкладывали деньги, мы ему давали кредиты. А подсчитано, что Российская Федерация действительно, скажем, более 110 миллиардов вложила в Беларусь с начала 90-х годов. Правда, за последнее время, ну, благодаря вот тем тарифам, прежде всего на энергетические ресурсы, Россия и дальше вкладывает в Беларусь. Но вот последний период, конечно, очевидно, мы видим, что за последние годы отношения между Российской Федерацией и Беларусью ухудшились. С другой стороны, некоторые эксперты Российской Федерации признают о том, что политика Российской Федерации по отношению к Беларуси провалилась. Мало того, некоторые сожалеют и сравнивают, я имею в виду эксперты, политические эксперты Российской Федерации сравнивают события в Украине, которые были, ну, больше всего отчасти в 2014 году, и теперешнюю ситуацию в Беларуси в 2020 году. И они говорят, что Российская Федерация потеряла Украину в свое время, а сейчас она потеряет и Беларусь. А и провальность вот этой внешней политики, прежде всего внешней политики Российской Федерации в отношении стран СНГ, особенно вот западных, и Украина, и Беларусь, она очевидна. Она очевидна, потому что одни и те же игроки политики занимаются и Украиной, занимались и Беларусью, и Молдовой, скажем. Ну, пока о Молдове не будем говорить, но что касается Беларуси, очень многие политики сравнивают эту ситуацию, и многие говорят о потере Российской Федерации в Беларуси. А ведь при всех делах, при всех вот экономических отношениях, каких-то провокационных отношениях, действительно Беларусь является, ну, союзником и партнером, союзником, в первую очередь, давайте не будем уходить к партнерам, потому что Лукашенко обезжается на эту фразу. Что такое союзное государство? Союзное государство – это, в первую очередь, если завтра напали кто-то на Беларусь, Россия вписывается. А сейчас такого нету. Ну, я понимаю, что если нападут на Россию, Беларусь тоже поможет, да? А если нету союзных отношений, тогда, значит, какие есть. Проблема, знаете, в чем? Причем пока что на холодную голову в Российской Федерации никто не рассуждает. Здесь вообще, кстати, проблема. Проблема признать провалы, проблема проанализировать провалы, и проблема найти какие-то решения. Потому что, ну, с моей точки зрения, я уже сказал, первое, в России одни и те же люди занимались Киевом и занимаются сейчас. И одни и те же люди занимаются Беларусью и занимаются сейчас. А в общем и целом это вообще одни и те же люди. Поэтому ошибка за ошибкой привела к тому, что Украина, кроме того, что у нас аннексировал Крым Российской Федерации, кроме того, что у нас идет конфликт на Донбассе, у нас ухудшились и экономические отношения даже по отношению к тому, которые они были, скажем, в прошлые годы. А теперь еще раз о Беларуси. И Беларуси с точки зрения Украины. Когда господин Лукашенко говорит о том, что вот смотрите, беларусы, видите, как в Украине плохо, смотрите, как они делеганят землю, а у нас, а вот что у них? Лукашенко сравнил цифры по поводу демократической ситуации. И он сказал, что в Украине за годы независимости население уменьшилось на 20%, а в Беларуси всего на 10%. То есть и здесь он говорит, что у нас еще хуже. Знаете, когда человек, наш сосед говорит, что у нас так плохо, так плохо, так плохо, я задаюсь вопросом. А у нас, как наши политики реагируют на то, что, во-первых, какая у нас ситуация с Беларусью, и как наши политики реагируют на то, на те высказывания господина Лукашенко? Я пока жесткой реакции не видел. А еще удивительно, что, например, господин Лукашенко встречался не так давно с президентом Зеленским, а у нас есть форумы экономические. Беларусь очень заинтересована в том, чтобы по Днепру шли товары в ее сторону и по Днепру, в Черному морю, шли товары со стороны Беларуси. Украина пока не спешит воплотить этот проект в жизнь. Есть, естественно, торговые отношения. То есть мы получаем автомобили, продукцию машиностроения из Беларуси, пусть может быть не так много, но тем не менее есть. МАЗа у нас ездит. Мы получаем молочку, мы получаем молочную продукцию. Кроме того, я недавно видел репортаж с Луганска. С Луганска, да, видел репортаж, где журналист смотрел, знаете, как в магазинах посмотрел на цены, на продукцию, на рынках. И вот на рынках в Луганске продается продукция в первую очередь российского производства, во вторую очередь Белоруссии. И только на третьем месте с огромным отставанием продукции Украины. То есть белорусы как бы, ну, очевидно, что белорусские товары не могли, у них же нет никакого прямого пути между Минском, Луганском, Минском и Донецком. Эти товары проходят через Российскую Федерацию. То есть и здесь либеральная Россия относится к Беларуси. Вот в этом треугольнике Украина-Беларусь-Россия или Беларусь-Украина-Беларусь-Россия, поскольку она на сегодняшний день главной темой выступает, самым слабым звеном здесь может выступить Украина как раз. Когда мы говорим, у нас недавно министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины встретились, анонсировали проект, Любинский треугольник. Теперь наш министр Кулеба, министр иностранных дел заявляет, а давайте мы пригласим на следующую встречу и министра иностранных дел Беларуси. Это опять-таки мы говорим о политике и о нормальных отношениях. Естественно, министр иностранных дел о Беларуси, который устремлен и головой, и душой, и телом на Запад, естественно, он примет это приглашение, они будут ворковать что-то. Я не знаю, насколько этот проект будет развит, но тем не менее, то есть мы как бы пытаемся Беларусь втянуть вот в этот треугольник, через нас пытается Беларусь втянуть и в отношения более серьезные с Соединенными Штатами Америки, но как бы получается все равно у Беларуси на сегодняшний день есть варианты выхода. Есть варианты, знаете, именно когда говорят о международной политике, вот на доске есть фигуры и можно маневрировать. То есть господин Лукашенко при всей критике, при всем том, что сейчас он творит, у него есть варианты для маневрирования. Он, возможно, знаете, продут выборы, он приедет в Путину, скажет, Владимир Владимирович, бес попутал, прости и так дальше. И Россия примет это. Ну да, потому что всегда можно съехать на то, что вот это просто сейчас такая предвыборная риторика, сами понимаете, в стране ситуация непростая, с этой оппозицией. То есть надо вот сыграть на избирателя, а дальше загладить эти отношения. Мы с вами здесь согласны. Смотрите еще, на что я обратил внимание. Вот выборы в Беларуси уже стартовали. То есть с вчерашнего дня там открыты урны и люди начали голосовать. Вот я посмотрел, что вчера, 4 августа, явка составила 4,98%. То есть 5% явка за первый день. Посмотрим, какая явка будет сегодня. То есть как бы Лукашенко демонстрирует гражданам Беларуси. Вот смотрите, если вы приезжаете, или у вас работа, или командировка, или какие-то семейные проблемы, вы можете приехать в любой из этих дней, проголосовать там, где вы зарегистрированы. А дальше, пожалуйста, ну, понятное дело, основной день голосования будет в воскресенье. Мы посмотрим на явку. Явка, как на первый день, небольшая. То есть меньше 5% это для государства, где вертикаль в РАСТе работает, где на местах сидят от министерств кураторы, где на уровне об администрации районных сидят кураторы, где, ну, понятное дело, что все они работают под Лукашенко. Я думал, что, ну, предполагал, что явка хотя бы должна быть 8-10%. Но все-таки, может быть, будний день, ну, народ не хочет, или нет времени сходить проголосовать. Возможно, и так. Ну, в общем, посмотрим на эту тенденцию. Будет, но хотя, давайте так, если сегодня будет больше явка, это мы, очевидно, будем видеть, что власть вертикально работает, и вертикаль работает на то, чтобы явка была больше, и, естественно, процент голосов за Лукашенко должен увеличиваться. Если, что касается еще именно по выборам, знаете, когда я разговариваю с экспертами белорусскими, они мне говорят такую вещь, что, понимаете, феномен в чем? Молодые люди до 30 лет, они фактически 100% устремлены на Запад. Очень мало людей молодых, тем более в городах, которые хотят, они готовы подружить с Россией, они готовы приезжать в Россию, но они не видят себя в перспективе как в Беларуси, так и в России. Они ровно, как и украинцы, готовы ехать в Польшу, и очень многие из них ездят, потому что просто меньше, нежели нас, да? Они ездят в Польшу, они ездят в Германию, они ездят на заработки, потому что они продают свой труд. Если человек видит, что государство ему не обеспечивает нормальный уровень проживания, он что делает, если он физически здоров, у него все в порядке, он едет и продает свой труд там, где это покупает, там, где ему за его работу платят больше. Поэтому молодежь уезжает. Ну, а что касается уже жителей старшего поколения, нет. Они в основном, особенно сельские жители, они работают, они работают на полях, они все-таки вот этот момент гарантированной пенсии, гарантирование минимального уровня проживания и вообще гарантии того, что человек может выжить, в России гораздо выше, в Беларуси гораздо выше, нежели в Украине. Это правда. Поэтому очень многие люди, которые проживают в деревне, слушают Лукашенко. И они прислушиваются, они говорят, да, мы не хотим, как в Украине, мы не хотим, чтобы у нас были минимальные пенсии. То есть в Беларуси сохранился вот этот, ну, бывший социализм, вот этот советский социализм, еще его уклады некоторые сохранились. И профсоюзы работают, и работа есть, и защита какая-то есть. То есть элементы есть. Ну, а элементы капитализма в Беларуси тоже есть, но капиталист у них только один. Это сам господин Лукашенко. Если ты не связан с ним по каким-то делам, по каким-то, значит, договоренностям, у тебя бизнеса в Беларуси не может быть. Ну, разве что ты инвестор еще. Ну, да, если ты инвестор, но опять-таки, видите, мы видим по тому, что один из банкиров, который претендовал, да, хотел быть кандидатом, его просто не пустили, а арестовали, уголовные дела завели, и не дали возможность принимать участие в выборах. Поэтому, чтобы подытожить по-большому, еще раз говорю, Россия потеряла Украину, а сейчас Россия будет терять Беларусь. Второе, Лукашенко победит, но легитимизация его зависит от того, как на это отреагируют Соединенные Штаты Америки. Что взамен предоставить Лукашенко США? Я вижу только одно, это вот денонциация договора, союзного договора между Беларусью и Россией. А если вот посмотреть со стороны России поглубже на Беларусь, мне просто кажется интересным, что можно обнаружить определенное совпадение риторики, вот как, допустим, со стороны условного Соловьева и условного Навального, что все они одинаково не любят Лукашенко и высказываются против существующего режима. Когда вы говорите о провальности российской политики по отношению к Беларуси, давайте попробуем как-то тезисно очертить, в чем заключается сама суть этой политики и почему так получается, что вот этот великоросский шовинизм одинаково говорит как со стороны власти, так и со стороны оппозиции по поводу действительно близкого народа. Первое. Я скажу такую кромольную увы, что Навальный это карманная оппозиция. Это карманная оппозиция, которую Кремль подогревает, которую Кремль использует в своих целях. Я знаю очень многих людей, которые работали с сыном Навальным, но я не вижу ни одного лидера, кроме Навального, в его окружении. Это делается, это именно, этот факт доказывает, что лучше иметь дело с одним лидером, пусть так называемым оппозиционером, главное не допустить других. Поэтому моя точка зрения, это моя субъективная точка зрения, это первое. Поэтому и Навальный, и, условно говоря, Навальный и, условно говоря, Владимир Соловьев говорят одинаково по отношению к Беларуси. Второе. Знаете, когда вы говорите о шовинизме, о политике великорусского шовинизма, они говорят так, что мы изберем, пусть люди избирают любого человека президентом, например, Беларуси, мы с ним договоримся, мы его купим. Ровно так же Российская Федерация действовала в Украине до 2014 года. Им было все равно, кто будет у нас президент, кто будет премьер. Конечно, наши ездили в Москву, проходили собеседование, но рано или поздно Российская Федерация покупала. Она коррумпировала любого из лидеров Украины схемами газом, электроэнергией, неважно чем, она коррумпировала. Это вторая тезис, что Российская Федерация с точки зрения своей внешней политики говорит о том, что нам все равно, кто будет президентом Беларуси, мы все равно его коррумпируем, мы все его купим. Третье. Главная ошибка Российской Федерации, хотя на уровне экспертов очень многие об этом говорят. Говорят, например, вот посмотрите, что делает Соединенные Штаты Америки как государство, или посмотрите, как делает, например, фонд Сороса в частности, который, естественно, смысл с государством, хотя имеет свои интересы. Ну, сейчас Сорос и Трамп это разные люди, тем не менее, политика. Вы не выращиваете молодых людей, вы не занимаетесь политикой мягкой силы, вы не поддерживаете молодежь, вы не обучаете ее, вы можете дать гранты на освоение денег по какой-то тематике, но вы не выращиваете молодых политиков. Вы посмотрите, например, в той же Украине, мы с вами очевидцы этого, что у нас есть ребята, у нас целая партия есть голос, имеющие фракции в парламенте, которые чисто соросята. Ну, мы их так называем в Украине. Понятное дело, что там разные деньги, разные фонды, но там, например, есть парень молодой, который до недавнего возглавлял Transparency International, ходил делать экспертизы. Непонятно, что он говорил и куда, но ему взяли, тем не менее, в парламент. Ну, он, значит, там находится. В других фракциях и в других партиях тоже есть выращенные либо демократами, либо Соросом, либо другими структурами их политики, которые, молодые политики, которые лоббируют интересы Соединенных Штатов Америки в Украине. А Россия этим не занимается. Она не понимает, что это такое. Она говорит, мы знаем, что такое есть, но у нас другие методы. Другие методы какие? Возвращаемся к пункту второму. Мы, нам все равно, кто будет президентом, руководителем, мы их купим, мы их коррумпируем. Вот этот момент, когда эксперты понимают, когда политики понимают, но на государственном уровне не принимается больше, на государственном уровне не действует вот этот механизм выращивания своих лоббистов, выращивания своих молодых политиков. Ведь не обязательно политик – это враг государству, политик – это лоббист в чьих-то интересах, внутри государственных или внешних игроков. И вот это третий тезис, что российские эксперты, российские политики понимают, но на государственном уровне это не работает. Четвертое. Мне кажется, что вот почему не получилось с Украиной, и почему в России не получается с Белоруссией. Когда власть долго, когда один и тот же человек или группа людей долго находятся у власти, и они могут находиться ровно столько, сколько они захотят, ну давайте вот это вот славное обнуление, да, ну обнуление. Знаете, Владимир Владимирович Путин сказал, вот так давайте сделаем. Ему подыграли. Мы сейчас в Российской Федерации уже при новом Путине, обновленном, аннуленном Путине. Да, у них уже Конституция новая с 1 июля. Они живут в новом государстве. Но люди-то, в Российской Федерации, много людей это не приняли. Это мало того, что они не поняли, они не приняли. И то, что мы видим в Хабаровске, то, что мы видим элементы в Москве, в Питере. Я знаю очень многих людей, у меня подписчики россияне с разных точек России. Но большинство пациентов люди не понимают это и не принимают. Они никогда не проголосуют за это. И вот эта вот стабильная вертикаль власти, которая существует, авторитарная стабильная власть, которая существует в Российской Федерации, не позволяют ей повернуться и действовать как-то иначе, в том числе и в Беларуси. Вот этот вот фактор, если вот, как я разложил, мне кажется, я аргументированно разложил и ответил на ваш вопрос, почему Российская Федерация, почему Российская Федерация не получилась в Беларуси. Но все же, помимо чисто политических способов давления у России, есть много прекрасных экономических способов давления. И вот даже присутствие таких важных корпораций вроде «Газпрома» в Беларуси, и, ну, тоже ж, наверное, знаете, какой такой тезис поднимался, что вот Бабарико, он как раз и будет представлять интересы российского капитала, в случае, если у него будет большое политическое влияние в Беларуси. Так что, может быть, есть просто другие окольные пути проведения такой политики со стороны России? Я согласен с вами. Я разложил то, что называется политический спектр. Если мы говорим о ином, о экономическом или каких-то других, есть еще и военные, в конце концов. Мы помним учения, которые были несколько лет тому назад на территории Беларуси. Мощные учения, где были задействованы несколько сотен тысяч военных, в Украине. Очень многие эксперты, политики боялись, что потом эта вся армада двинется на Украину, но, слава богу, обошлось. А военно пока не будем, хотя я сказал, что есть воинские части Российской Федерации. Экономические. Во-первых, когда мы говорим о Газпроме, мы видим некого монстра. Это действительно монстр, но в России есть конкуренты Газпрому. Есть Ростех, есть другие компании, которые тоже занимаются добычей газа. Мало того, есть компании, которые занимаются добычей СПГ газа и которые уже более влияют на этом рынке, нежели Российская Федерация. То есть, некая, ну знаете, конкуренция – это тяжелое слово по отношению к России, но все-таки есть некоторые интересы внутри России между группами влияния, между тем же, скажем, как я уже сказал, об этих трех-четырех компаниях, которые и торгуют нефть, и торгуют газу, и капитализированы очень серьезно. Что касается отношений с Белоруссией. Вот нефть, нефть и газ, да, нефть в Белоруссию поставлялась при нулевой ставке. Что делала Белорусь? Белорусь, у нее действительно хорошие, реально прекрасные заводы. Смотрите, я здесь хочу отметить, в Белоруссии нефтеперерабатывающие заводы сохранились, модернизировались или построены новые. А что случилось у нас в Украине? У нас же 6 нефтеперерабатывающих заводов было. Что произошло в Украине? Их порезали на металлогом, их просто-напросто разобрали, один украинавтор работает, кременчужский нефтеперерабатывающий завод работает, и все, и тот в основном работает под схемой Коломойской. То есть у нас же началась давно и добивает страну в том числе и ликвидировав нефтеперерабатывающие заводы. У нас есть дефицит топлива и мы покупаем у кого? Или в России или в той же самой Белоруссии? А вот Белоруссия сохранилась. Конечно, если бы не было нулевой ставки, Белорусь бы не перерабатывала нефть, не поставляла в Украину не только бензин, а и солярку. У нас же нефтепродуктопровод работает, он тоже идет через Белоруссию. У него качается солярка. Безусловно, эта связь для Белоруссии очень важна. И как только несколько лет тому назад в России сказали все, больше не будет нулевой ставки, это и было началом шантажа или началом давления на Лукашенко с тем, что давай посмотрим, что у нас с союзным договором. Очень часто и в прошлом году встречался несколько раз еще тогда с Медведевым, премьер-министром и с Путиным, господин Лукашенко. Делегации были. Не договорились по нескольким пунктам. Главный пункт, в которых батька говорит, я не хочу, чтобы рубль был единой валютой и в Белоруссии, и в России. Давайте объединяться, но я хочу, чтобы у меня была собственная валюта. То есть я хочу собственно обогащаться. Не договорились. И вот видите, дальше пошло больше. Газ. Если мы говорим о газе, мы знаем, что с Российской Федерации, когда это еще был единый народно-хозяйственный комплекс, когда был Советский Союз, в основном трубы шли через Украину или через Белоруссию, а дальше через Польшу. Так вот, обломавшись с Украины, Российская Федерация тем не менее заключила договор, транзит идет по нашей территории. В Белоруссии тоже самая была ситуация. И она больше, конечно, подогревалась Польшей, потому что Польша заинтересована в том, чтобы получать газ, сжиженный газ Соединенных Штатов в Америке. И вот удивительные вещи. Здесь можно было играть, можно было лавировать, можно было что-то как-то замещать. Но Россия приняла позицию вот такую, жесткую. И никаких игр. Это свидетельство о том, что политика впереди идет. Впереди идет политика, потом уже идет экономика. Здесь могло получиться. Может быть, как вы сказали, может быть, и были еще какие-то идеи, но у Лукашенко сама Россия вырастила. Лукашенко сама Россия поставила ее на этот пост. Сама Россия выкормила его, выпистывала. И теперь тяжело развернуться, потому что я же уже говорю, Лукашенко сказал, а вот мы с Китаем будем дружить, а вот мы с США будем дружить. Вообще у нас все прекрасно. Здесь экономические отношения с разными государственными соседями или дальними партнерами Российской Федерации прежде всего решаются на политическом уровне. Если нет политического решения и нет политических отношений, торговля либо просто-напросто понижается уровнем, либо вообще просто блокирует. Вот так вот и получается, что эта политическая многовекторность Лукашенко, она вступает в его противоречие с экономической зависимостью от России. И если Россия захочет, то она может спокойно выбить этот аргумент о стабильности, о более-менее экономике в Беларуси и уровне жизни, что в свою очередь будет только подогревать оппозицию. Ну тут, конечно, это тоже может выстрелить против России, но если она все-таки сумеет подготовить каких-то лоббистов интересов и идеи восстановления хороших отношений с Россией, то все может и получиться. Ну, вот понимаете, Сергей, вот удивительно, знаете, когда мы смотрим на отношения, например, на политику России в Сирии или вообще политику России на Востоке, ну конкретно на Сирии, где Россия оказывает помощь, Асаду, где российские военные, где война, где... Там Россия успешна. Россия успешна там, потому что у нее есть военные эксперты хорошие, у нее есть политические эксперты хорошие, у нее аналитики хорошие, а вот на западном направлении, что в Украине, что в Беларуси, такое впечатление, что нету, либо нету этих аналитиков, либо нету этих экспертов, либо тех, кто может развернуть политику России в другую сторону. Их просто не пускают власти, и их власть не слушает. Поэтому, безусловно, безусловно, но тут есть еще один вопрос. Смотрите, без него нельзя полностью понять ситуацию. За последнее время, вот в России с 1 июля новая конституция, смотрите, цены на бензин внутри России выросли почти на рубль. Разные, где-то на 50 копеек, где-то на рубль 20, но в среднем по России цены на бензин выросли на рубль. Ну, это не так уж и много, конечно. Подождите, это немного. А теперь возьмем период. Лето, сезон отпусков, люди, тем более после ковида, люди ездят, правительство российских наций говорит, ездите по стране, отдыхайте. Кто в Сочи, кто на Байкал, пожалуйста, Россия большая. Если вы, как человек, спланировали себе, у вас там машина среднего класса, а вы с семьей хотите поехать. И давайте посмотрим, если вы тысячу километров туда, тысячу километров обратно, и у вас цена на рубль больше. Вы ой-ой-ой, как задумаетесь. Второе, цены на курорты Крым, Сочи, особенно Крым, вы не представляете себе, какие там цены. Москвичи, когда едут туда, в Питерскую, когда едут, они говорят, вы что, опупели? У вас же цены больше, чем в Москве и в Питере. А крымчане, как они держали цену, когда Крым в те времена, так и держат сейчас. Понимаете, ничего не изменилось. И второе, мы с вами затронули газ. Вы знаете, что цена на газ в среднем по Российской Федерации для населения увеличилась от 3 до 4 процентов. От 3 до 4 процентов увеличилась цена на газ. Это тоже интересы такстых газов. Видите, цена на бензинчик пошла, цена на газ пошла. Третье, так, чтобы быть очень лаконичным. Если вы осуществляли раньше перевод со счета на счет себе в другой банк или мне в другой банк, у вас была нулевая ставка. А сейчас каждый банк почти на каждый расчет, на каждый платеж добавляет комиссию. То есть банки, пошла комиссия. И вот человек после 1 июля, он хочет снять деньги, заплатить комиссию, хочет перевести сыну, брату, другу, комиссия, хочет поехать в отпуск, бензин вырос. Для того, чтобы обливать дом, газ вырос. Еще раз говорю, это копеечные, на первый взгляд, цифры, но это цифры. И эти цифры свидетельствуют о том, что экономика в России, с экономикой России тоже не все в порядке. Безусловно, как и не все в порядке с экономикой Соединенных Штатов Америки, как с другими экономиками. Но мы сейчас говорим об экономике и почему через экономические отношения Россия не может играть в Белоруссии. Видимо, не такие огромные ресурсы, или, я бы так сказал, экономические ресурсы Российской Федерации не безграничны. И получается, этот кризис может довольно-таки ограничить ее возможности и на внешнеполитическом маневрировании? Когда Соединенные Штаты Америки говорят о том, что Россия должна заплатить свою цену за Крым, Россия должна заплатить цену за Донбасс, когда против Российской Федерации вводятся санкции и не только Соединенным Штатам Америки, а и Европейским Союзом, когда российские финансовые институты лишены возможности получать дешевые средства, ведь в мире полно денег. Мы видим, что вливается в экономику Соединенных Штатов Америки 3 триллиона долларов. Сейчас говорят, что тоже еще 2 или 3 будут влиты. То есть, деньги есть, но к этим дешевым средствам не допускается Россия. Нету дешевых средств. А экономика Российской Федерации, если мы смотрим, например, по показателю ВВП, она около 2% от мировой. Поэтому, исходя из вот этих двух факторов, да, Россия на сегодняшний день показывает рост сельскохозяйственной продукции, она даже экспортирует пшеницу, Россия торгует оружием, есть показатели, но уровень цен на нефть понизилась, уровень цен на газ понизилась, а это около 50, ну, около 48% бюджетной строки, то есть, доход-бюджет. Это как раз продажа энергоносителей. Тут рынок так сложился где-то объективно. Поэтому, исходя из вот этих компонентов, из этих аргументов, я и говорю, что во-первых, нет возможности так играть на экономике Беларуси, а во-вторых, есть проблема внутри страны, есть проблема внутри Российской Федерации. И, наконец, когда Беларусь играется в игры, теперь Лукашенко играет в игры с Китаем, а тем не менее, Российская Федерация не запрещает транзит китайских товаров, казахстанских товаров, не запрещает транзит через Белоруссию. И это козыри Российской Федерации. Она говорит, смотри, а если мы тебе перекроем и транзит, тогда из чего, за счет чего ты будешь кормить свое население? Поэтому при всей критике есть еще как воздействовать на того же Лукашенко, как мы говорим, режим Лукашенко сегодня, завтра или в будущее. Спасибо большое, Василий Дмитриевич. Напоминаю, наш партнер медицинский центр призмы. Мы благодарны нашим спонсорам, подписчикам на Патреоне. До новых встреч. До новых встреч.